Евангелие от Марка, 10 глава «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться?» И Иисус сказал им в ответ, «По вашему жестокосердию Он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женой своей, и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил Он в путь, подбежал, некто пал перед Ним на колени и спросил Его, «Учитель благой, что Мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал Ему, «Что Ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца Твоего и мать?» Он же сказал Ему в ответ, «Учитель, все это сохранил Я от юности Моей». И Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного Тебе не достает». «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у Него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие! Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу!» И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою!» Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений, во сто раз больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной!» Многие же будут первые последними и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтоб Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтоб Я сделал вам?» Они сказали Ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься». «А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано?» И, услышавши десять, начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Иисус сказал ему, «Чего ты хочешь от меня?»